здравствуйте мои дорогие с вами ваша бабушка соня когда йосе было 16 лет он учился в ешиве в иерушалаеме и вот как-то в один зимний день в районе 7 вечера он решил пробежаться в супер прикупить себе всяких хатифим хатиф на иврите это по-русски мы бы сказали вкусняшки чипсы бамба такие всякие хрустящие вещи в пакетиках которые хочется иногда вечером пожевать зимой в израиле темнеет очень рано 5 часов уже темно и вот йосе в районе 7 вечера решив сократить путь побежал по улочкам старого города скажем так там живет смешанная публика и еврейская и нееврейская и вот он хотел побыстрее побежать супер или где-то метров 20 от него впереди очень быстро идет молодая девушка где-то даже наверно девочка подросток в школьной форме видимо тоже бежит по направлению к суперу и ее нагоняет какой-то мужчина видно было что она нагоняет девочка оборачивалась убыстрял и шаг мужчина убыстрял шаг следом за ней и йосе понял что здесь видимо сейчас произойдет что-то очень очень нехорошие мужчина в считанные секунды нагнал девочку он был с капюшоном накинутым на голову он ее окликнул девочка закричала мужчина прижал ее к стене зажал ей рот и тут йосе понял что вот сейчас тот момент истины либо он сворачивает в какую-то боковую улочку и благополучно добирается до супера либо он вмешивается но это чревато последствия потому что мужчина огромный а ему 16 лет он подросток он невысокого роста и худенький и кто знает что может быть с этого поединка понятно что победителям с этого не не выйдет но хотя бы он спугнет его и он громко закричал эй ты оставь эту девушку мужчина в пол обороты что-то рявкнул ему что-то прорычал и йосе понял что этот мужчина он не нашего народа и он сказал оставь оставь эту девушку что ты делаешь это моя сестра и он видел что ничего не остается другого он прыгнул на спину этому человеку они тут же упали назад йосе очень больно ударился спиной человек тут же оказался на нем сверху и вытащил из кармана нож и йосе скуку увидел в свете уличных фонарей блеснувшие лезвие и чтобы закрыть свои глаза он поберечь свои глаза он закрыл лицо руками у него была распорота щека у него были порезанные руки девушка стала громко кричать выскочили люди этот человек убежал вызвали амбуланс скорую помощь йосе попадает в больницу проходит ряд целый ряд сложнейших операций ему правили руки и конечно же ему пытались восстановить лицо и когда йосе выписывали врач сказал что по хорошему по большому счету йосе нужно нужно было бы поднабрать денег и сделать несколько пластических операций для того чтобы этот страшный шрам который остался у него через все лицо и немножко несимметричное лицо ему это может в дальнейшем помешать но если в тот момент был рад что он может вернуться к своим товарищам в свою ешиву и где-то еще три с половиной года он учился учился со всех своих юношеских сил и вот когда ему исполнилось где-то в районе 20 лет это тот возраст когда юноши ешиботники начинают выходить на ши духи ши дух это сватовство это созваниваются со свахой или со сватом дается примерно изучается тип парня дается примерно по запросам девушка которую которая может ему подойти дается адрес где они должны встретиться созваниваются через шатхана или через шатханит на это сваха или сват встречаются и после этого понимают хотят ли они продолжить эту встречу или нет встреча происходит где-то на нейтральной территории или какое-то кафе или где-то в парке молодые люди встречаются разговаривают лимит первой встречи где-то от час пятнадцать до двух часов примерно после первой встречи понятно есть ли имеет ли место быть продолжению скажем так этого ши духа этой встречи между молодыми людьми или они кто-то из них или оба говорят нет это не то что я ищу и они продолжают дальше все чисто все никого не ранен все нормально это все с двух сторон знают все условия и поэтому никто скажем так никто не ранен никто не никто не в обиде и вот и оси выходит на свой первый ши дух девушка виде его симметричное лицо виде его шрам и оси видит что девушка девушку это страшно испугало он понимает что продолжение не будет девушка естественно звонит свахе и отказывает в продолжение встреч так происходит со вторым ши духом с третьим с десятым с двадцатым с тридцатым время идет от ши духа до ши духа проходит время это не так просто найти девушку которая бы согласилась встретиться с парнем его друзья пока по одному практически все переженились и оси возвращается с очередной свадьбы своего товарища уже у кого-то у первых кто женился уже появляются дети и он приглашён уже на брит милы обрезание проходит два года три года а у оси все свидания срываются после первой же встречи ни одна девушка не хочет продолжать знакомство и оси понимает что это из-за его лица из-за его страшной раны когда оси исполнилось 25 лет он последний остался в своей ешиве из всех с кем он учился больше все переженились он там самый старый он там как дедушка в этой ешиве там уже давным-давно учились новые парни которые уже все кто пришли после него уже тоже женились и вот в один из дней когда оси вернулся с очередного свидания и видел что нет шансов на продолжение он пришел ешиву и разрыдался глава ешивы виде в каком состоянии и оси находится пришел к нему и сказал оси что с тобой случилось и оси разрыдавший сказал вы это видите вы это видите этот шрам это шрам и он вылил все свое сердце всю свою боль и он говорит наверное бог не хочет чтобы я женился никогда в жизни не женюсь ни одна девушка не захочет со мной жениться потому что я урод и тогда глава ешивы сказал во первых ты совершил добрый поступок ты совершил героический поступок не может быть чтобы бог тебя за это наказал и он говорит послушай в нашем мире существует очень много скрытых неявных вещей которые мы не видим и если ты веришь что бог и для тебя приготовил жену если ты веришь что творец управляет этим миром то у меня к тебе такое такое задание завтра ты не выходишь на занятия ты берешь свою свои вещи и едешь на брак краву хаиму каневскому едешь к нему ему рассказываешь всю свою историю и то что он тебе скажет вот это ты сделаешь и если сказал я не хая я не верю в успех этого предприятия ни одна девушка со мной не захочет пожениться и тогда глава ешивы сказал ты завтра это мой приказ ты завтра едешь в наибра краву хаиму каневскому он живет сегодня живет и здравствует дай бог ему до 120 и вот йоси садится на автобус едет на брак попадает в приемную рава хаима каневского и когда он попадает к нему на встречу на прием рав хаим каневский человек очень пожилой обложен книгами и когда он сказал я вас слушаю молодой человек вместо того чтобы рассказать все что у него накипело йоси просто разрыдался рав хаим каневский попросил приостановить прием посетителей принес ему чай горячий сказал я вижу что у вас что-то произошло расскажите все что с вами случилось йоси рассказал 10 лет назад когда мне было 16 лет я решил пойти в супермаркет и рассказал ему всю эту историю рав хаим каневский выслушав это все сказал мой тебе наказ когда ты выйдешь на следующий шедух на следующую встречу йоси разрыдался сказал я больше не хочу шедухим я больше не хочу жениться я бог не хочет чтобы я женился рав хаим каневского сказал я тебе наказываю когда ты выйдешь на следующий шедух и ты увидишь что девушка увидев твой шрам только и считает время когда кончится положенное время и она должна убежать домой скажи так рав каневский сказал рассказать тебе почему у меня на лице шрам йоси перестал плакать и сказал уважаемый раф ну так так не начинают встречу разговаривают о жизни кто ты что ты я рассказываю себе она рассказывает о себе раф каневский будет вот 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 и расскажи и скажи что раф каневский приказал чтобы девушка выслушала откуда у тебя этот шрам расскажи это на первом же свидании это мой тебе наказ йоси очень удивился и сказал да я так и сделаю и когда йоси вышел на следующее свидание с первый раз девушка девушка увидев его отвернула лицо и йоси повернувшись здоровой стороной сказал рифка тебя зовут рифка я знаю почему ты отвернула лицо но раф каневский сказал мне даже если тебе неприятно рассказать тебе почему у меня на лице шрам рифка говорит что читаешь мои мысли йоси говорит нет просто раф сказал так тебе сказать рифка говорит рассказывай я слушаю йоси начал когда мне было 16 лет десять лет назад я пошел супер и рассказала всю свою историю и когда он рассказал эту историю до конца извините увидел что девушка плачет и он говорит ты так сильно взяла к сердцу то что со мной произошло и рифка говорит я тебя ищу десять лет я десять лет ищу человека который спас мне жизнь этой девушкой была я не тогда было 12 лет я побежала в супермаркет и я даже не видела кто меня спас все было так страшно было в темноте я не знала сколько лет этому человеку 16 26 50 но я 10 лет тебя искала не может быть такого сколько я молилась богу чтобы он меня привел к тебе и я богу сказала если я встречу этого человека если у меня подходит по возрасту я выйду за него замуж я согласна стать твоей женой когда молодые люди стоят под хупой то рав говорит что найти пару человеку это как крият ям сув это как разорвать море когда мы проходили посуху и море бог для нас разорвал это было ему легче сделать чем найти человеку пару нет такого чтобы у человека не было пары просто кто-то и и находит через месяц после начала сватовства шедухи им на первом же свидании с первой девушкой кому-то для этого нужно было пройти 200 встреч 200 девушек как нашему йоси но он нашел свое счастье с вами была ваша бабушка суни знаете что бог отправляет этим миром у этого мира есть хозяин ни одно доброе дело не остается не без награды просто иногда для этого нужно какое-то время подождать и помните чтобы соединить две половинки души это сделать труднее чем разорвать море по которому мы прошли в нашей недельной главе еще раз всего вам хорошего с вами была ваша бабушка с вами